Вы что, бешеные? Вы этого ждали? В этом видео Акстар продолжит притворяться новичком с реальными преподавателями с Авито, а потом как вжарит. Посмотрим на новые реакции преподавателей вместе с тобой. Чтобы вышла эта часть, я попросил собрать 30 тысяч лайков, что уже само по себе много. Но у нас получилось собрать 4 миллиона просмотров. 430 тысяч лайков и попасть в тренды на 20 место всего лишь за 5 дней. Это безумно круто, я очень вам благодарен. Как я понял, вам очень зашел этот формат. Давайте снова попробуем попасть в тренды и набрать 100 тысяч лайков. Я думаю, у нас это легко получится, судя по прошлым показателям. И тогда я пойму, что действительно вам этот формат интересен, и я буду выпускать его дальше, улучшая и что-нибудь еще делая. Ну, короче, круто будет. Я не пытаюсь в этом видео оскорбить или как-нибудь унизить преподавателей. Все это сделано для того, чтобы поднять ваше настроение, и в том числе настроение преподавателей. Перед занятием я предварительно оплачиваю уроки, и говорю преподавателю, что мне нужен только один урок, чтобы он не рассчитывал на что-то большее, и его реакция была действительно искренней и положительной. И по поводу того, что эти преподаватели ничего не могут, возможно, они играют не фингерстайл, а именно аккорды. И я подумал, если будет следующая часть, то тогда я найду более дорогих преподавателей с высоким уровнем игры, и будет очень интересно посмотреть на их реакцию. Ну а теперь погнали к видео. Я думаю, будет круто. Очень круто. С вашего позволения, я забегу немножко вперед. Получилось просто бомбезно. Смотрите. Только одна важная деталь. Фон нам такой не нужен. Я тут приготовил кое-что уже. Вуаля. Так, а теперь более простой стул. Опа. И более простая футболочка без надписи экстер. Я думаю, мы готовы. Также я подпилил ногти, так что сегодня мы абсолютно беспаленные новички. Погнали. Притворяюсь новичком. Так, короче. Привет. Давай начнем с того, что ты умеешь, чтобы понять, откуда нам начать. Вот. Может, не знаю, может ты уже знаешь аккорды, мы начнем с боев или с приборов или шин. Аккорды я знаю только самые основные, ну и кузнечка. Вот, в принципе, как и все начинающие гитаристы. Хотелось бы научиться что-нибудь классное. Давай, в общем, первая песня, которую я выучила, была «Звезда по имени Солнце». Как бы, можем по традиции с нее начать. Можно на ты, да, сразу? Ну, я не думаю, что я тебе старше на 10 лет, я не знаю. Ну, в общем, он как, получается, на грифе лежит у нас левая рука. Не знаю, покажи что-нибудь, что ты умеешь. Кузнечиком могу, в принципе, сыграть. Ну, давай, на тебя, я не знаю, что там можно играть, как бы, на одном сцене. Так, сейчас. Зачем вообще, типа, учиться играть, если ты умеешь? Вообще, а зачем я учусь сейчас? Притворяюсь новичком. Привет. Здравствуйте. Да-да-да, ты сказал, у тебя уровень начальный, хочешь научиться на гитаре играть? Да. А ты, скажи мне, ты на гитаре для чего хочешь научиться играть? Что-нибудь классическое такое там, сонаты, или так, девчонок покадрить во дворе? Ну, да, типа того, может, Соя какого-нибудь сыграть, что-нибудь такое. Ну, классическое такое. А гитару покажи свою. Вот. Ага, я тебя понял. Классическое. Сразу пока так это тебе скажу еще, какие штучки пригодятся. В принципе, я уже посмотрел пару уроков на ютубе, там, ну, это классика всякий, кузнечик. Ну, это я понял, да-да, кузнечик, ладно. А что-нибудь там, какие-нибудь аккорды уже там, знаешь, смотрел какие-нибудь, там, позиции пальцев, что-нибудь такое? Ну, вот. Какой-нибудь классический АМ там, да, вот что-то такое, смотри, вот ДМ пальчиками зажимаешь. Ну-ка, что-нибудь дренькни. Вот так. Ага, Паш, ну, в твоем случае, как бы, да, девчонок кадрить такую гитару жалко просто, не тот случай. Вот, а так-то я тебя, как бы, Паш, научу играть, я тебе даю гарантию, ну, раз уж тебе желание есть, по-маленечку мы с тобой пальцы-то и натренируем, главное, не жалей себя, я-то тяжелеть точно не буду. Научимся и мы играть и боем, и аккордами, и еще самое главное, барре, чтобы ты, ну, ты парень взрослый уже, с грифом должен быть знакомый, тогда сюда ездить уже, наверное, умеешь. Поэтому научимся. Смотри, вот ты там уже два аккорда зажимал, а М. О, отлично. И самое простое, как меня учили когда-то в детстве, в пятом классе, на третьем ладу первую струну зажми, это, типа, будет аккорд нашей Ж. Наверное, чтобы легче было, да, вот эти вот там языки? Ну, конечно, да, я же тебя сейчас вот первый раз мучить не буду, а с барышечками потом мы с тобой. Так, короче, четыре аккорда. Белый снег, серый лед, потом С, на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на низу идет, и город в дорожной петле. Вот так вот зажмем с тобой. Ну, пока дренькаем правой рукой по-простенькому, сверху вниз, особо изгаляться не будем. Потом, если все пойдет нормально, научимся с тобой фингерстайлу, фингерпикингу, фингерчпокингу и все такое современное модное. А почему, почему так? А пока вот эти фингерчпокинг, потому что займешься, и учиться ему, это дело такое сложное. А там он фингерчпокинг и называется. Ну, я могу попробовать по-другому, я учился там по урокам. Немножко уже. Ну, давай попробуем. Ты по грифу хочешь, то спуститься чуть-чуть. Белый, я не знаю, бара получится, не получится, но я попробую. Давай, давай. Это самое быстрое обучение, которое у меня было. Походу, ты меня развел, парень. Ну, да, немножко. Слушай, молодец, молодец. Походу, для тебя он нифига не чпокинг, да? Нормально-то? Что-то играешь, разбираешься, смотри. Слушай, круто, круто, Паш, молодчинно. Ну, в принципе, можем до конца занятия что-нибудь поделать. Сейчас сколько, 45 минут пойти и должно. Могу, в принципе, вам что-нибудь показать. Слушай, ну, учитывая, что я беру оплату по занятию, то, в принципе, я могу тебе уже, это, со мной, простить. Пять минут. Ладно. Притворяюсь новичком. Хочешь поучаствовать в розыгрыше японской гитары? Тогда смотри, что я тебе расскажу. Привет, дорогие мои, прямиком из страны восходящего солнца. Сегодня я поведаю вам одну тайную легенду. Есть такой аттракцион неслыханной щедрости, знать о котором великая удача. И имя ему skiffmusic.ru Это крутецкий магазин, который профилируется на винтажных и не только гитарах. Так вот, хватит слухи, что они проводят розыгрыш японской электрогитары Charvel. Настоящий японский саунд, неповторимая элегантная форма, бесподобно. Всё это может стать твоим, если ты выполнишь очень простые условия. Сделай покупку на skiffmusic на сумму от 1000 рублей, и номер твоего заказа станет лотерейным. 15 июля они разыграют гитару. 15 июля разыграют что? Правильно, гитару. Кстати, в skiffmusic конкурсы по розыгрышу гитар проводятся каждый месяц. Узнать подробнее, как выиграть классную электрогитару, вы сами знаете где, по ссылке в описании. Ссылочка в описании. Притворяюсь новичком. Давай расскажи что ли себе там, чтобы поближе так было. Мама купила гитару несколько дней назад. Хочешь, чтобы я научился играть что-нибудь такое русско-народное или военное, что-нибудь такое. Ну смотри, я тебе могу предложить калинку песенка. Какая лёгенькая. Да, сейчас я с тебя наиграю. Ну вот такого что-то типа типажа. Пойдёт? Да, 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 конечно. Ну. Так, ну теперь давай перейдём к самой, так сказать, песне. Получается мы играем первую открытую. Получается. Так. Не, подожди, ты что-то не то играешь. Я же тебе показывал, что ты вначале играешь, получается, открытую первую. Потом ты играешь третью. Получается, играешь вторую на третьем ладу вторую струну. Получается. Да, блин. Можно? Да, вам ничего страшного. Ну, сейчас, секунду. Ох, что-то. Ох, что-то. Такое, ну, это... Ну, что ты за допинг в кружечке пил? Можно тебе поинтересоваться? Ну, я так понял, Калинка тебе тут не особо нужна. Это вот, я как раз выучился благодаря тебе, я Калинку просто раньше не играл. Так что, в принципе, урок полезный. Притворяюсь новичком. Так, ну что ты вообще умеешь играть? Хотя бы что-то какие-то... А кроме аккордов и, в принципе, наверное, ничего. Ну, кузнечика там. Вот. Хотел бы, чтобы вы научили какую-нибудь там мелодию классную играть. Так, ну, наверное, надо начать с чего-нибудь простого. Сейчас покажу одну мелодию. Тут, в принципе, просто зажимаем одну верхнюю струну и двигаемся по ней. То есть... Сейчас. Зажимаем, получается... 6-3-2-1 6-3-2-1 6-3-1 То мы переходим на второй лад и играем то же самое. И переходим дальше с третьего на пятый лад. И играем с дать. И повторять нужно, получается, по кругу, да? И все мелодии. Ну, я могу попробовать. Играет музыка. Мне нужно брать у тебя уроки, а не наоборот. Притворяюсь новичком. Экстар, ты ж, я твое видео недавно смотрел, мне в тренды выпало на ютубе. С преподавателями? Да, вот, которые ты снимал, то, что ты разыгрывал преподавателей, как будто ты новичок, вообще не умеешь играть на гитаре. Слушай, а можешь, пожалуйста, деньги вернуть? Притворяюсь новичком. Здравствуйте. Можно на ты, да, обращаться? Да, конечно. Хорошо. Ну, когда созванивались, я говорил, что у меня как бы раньше была гитара, но я вот просто, мне недавно ее купили, и я хочу вот вспомнить все вот азы. Просто единственное, что я раньше умел играть, это нирвана. Что-то, ну, вот так. Ну да, почти, молодец. И ты хочешь научиться продолжить, да, я так понимаю? Да, вот мне в идеале, я бы хотел, я говорил, что хочу научиться играть соло оттуда. Там что-то... Что-то... Да. Правая рука у тебя на правой части гитары. На этой части. И все, рука у тебя свободно играет, левая рука у тебя на грифе, перебирает струны. Ну, сейчас я попробую. Сейчас, секунду. Я... Тебя попадаст, да, еще? Да. Так. Не должен вылазить, получается, правая рука. Да, да, да. Не торопись, не торопись. Там будет не край. Ну, правильно. У меня даже наушники были правильно, да. Это... Ты точно хочешь сказать, что ты не умеешь играть? Давно в руке гитару не брал, да? Притворяюсь новичком. Если тебе понравилось, то поставь лайк. 100 тысяч лайков и в следующей части новые пранки. Также хочу порекомендовать канал своей хорошей знакомой Насте Шиповской. Давайте поможем добить и 20 тысяч подписчиков. Там просто вот совсем чуть-чуточку осталось. Она очень этого хочет. Она делает классные каверы, круто поет, разборы, вообще все как вы любите. Напишите ей что-нибудь в комментарии от меня. А на этом все. Это был Акстар. Подписывайтесь на канал обязательно. Ставьте лайки. Пишите комментарии вообще, что вы думаете об этом видео.